Одинцовский округ один из семи муниципалитетов так называемой красной зоны Подмосковья по социальной газификации. Здесь много жителей попадающих в эту программу и большой спрос. В рамках президентского проекта в нашем округе до газификации подлежит 186 населенных пунктов. Программа затронет 14 587 жителей. В ближайшее время откроется стационарный офис социальной газификации, где можно будет получить консультацию профессионалов по данному вопросу и сопутствующие услуги, в том числе рассчитать комплексный договор на газификацию своего дома. Мы проводим встречи, также у нас есть график работ, тоже будем открывать офис сейчас как раз с главой городского округа. Точнее глава выбирает место, куда Мособлгаз поставит офис социальной газификации, поэтому нет. По Одинцово все идет по плану, как и по другим городским округам. Здесь каких-то проблем нет. Для социальной газификации необходимо лишь соблюдение двух условий. Жилое строение должно находиться в границах населенного пункта, подпадающего под программу, и быть официально зарегистрированным. Правда, это условие не распространяется на СНТ. В рамках социальной газификации до 1 января 2023 года бесплатно газопроводы будут доведены только до границ садовых товариществ, расположенных в попадающих в программу населенных пунктах. Социальная газификация – это, по сути, первый этап ускоренной газификации жителей страны. Поэтому на данном этапе мы выполняем задачу, которая определена до конца 2022 года. Соответственно, выполнив эту задачу, будет поставлена следующая задача. Думаю, что к вопросу газификации садовых товарищей, которые не попадают в социальную газификацию, мы вернемся в 2023-2025 год. Еще одна актуальная тема – возврат средств за проведенную газификацию, если населенный пункт попал в программу. Порядок работы в таких случаях определен на федеральном уровне. Так, если житель заключил договор технологического присоединения и оплатил его до 20 апреля 2020 года, когда президент России в своем послании Федеральному собранию впервые анонсировал социальную газификацию, гражданину вернут деньги за исключением уже потраченных на проведение работы Мособлгазом средств. Что касается после 20 апреля, когда президент это озвучил, здесь независимо от того, значит, Мособлгаз или другая организация по стране потратила деньги, не потратила, президент 20 апреля сказал, что должно быть бесплатно, и поэтому по заявлению жителей деньги в полном объеме будут возвращены. При этом весь процесс газификации проводится по нормативам и абсолютно безопасен. Жителям лишь нужно помнить о своей ответственности за содержание газового оборудования и заключать договоры на его обслуживание.